Всем доброго времени суток! Данный личный расклад для клиентки. Вопрос в следующем. Как складывается личная жизнь вашего бывшего? И что сейчас у него происходит? Есть ли другая женщина? Может быть у него какие-то серьезные отношения сложились сейчас в личной жизни? Все это мы посмотрим. Будем делать расклад именно по данному поводу, на данную тему. Что в недавнем прошлом было в его жизни? Каковы его мысли относительно личной жизни? Мы тоже будем смотреть. Расклад достаточно большой, поэтому карты не совсем помещаются. Будем каждую карту отдельно брать, подносить к объективу, показывать. Сейчас мы будем смотреть, что получается. Итак, первые карты это сигнификатор его самого и его личной жизни. На сегодняшний день можно сказать, что его личная жизнь разрушена. То есть он считает себя жертвой. Он считает, что его предали. Он в этой ситуации оказался пострадавшим. В той ситуации, которая происходит в его личной жизни. Сигнификатором личной жизни является карта башни. Она же здесь такая вот разрушенная молнией дерева. То есть для него было ударом то, что произошло в личной жизни. И по данным картам на сегодняшний момент никаких серьезных отношений нет. Что касается несерьезных отношений, они могут дальше выйти в раскладе. И мы будем об этом говорить. Ну и какие влияния есть на эту ситуацию? Он все-таки ждет подарка от судьбы. Он все-таки хочет верить в то, что будет все у него хорошо. Что все наладится. И его личная жизнь приобретет желаемый им статус. Но здесь еще один вопрос. На его личную жизнь может оказывать влияние недвижимость или какое-то, скажем так, материальное благосостояние, материальное благополучие, к которому он стремится. То есть возможно ему или не позволяют жилищные условия налаживать личную жизнь. Или наоборот сложилась сейчас такая ситуация, что ему везет. Да, такое ощущение, что у него сейчас появились материально какие-то возможности, благодаря которым он при желании сможет исправить ситуацию, сможет налаживать личную жизнь. То ли у него появилась хорошая работа, то ли это какой-то неплохой доход. Но по крайней мере не в личной жизни, а в материальной сфере у человека вполне все налажено. В прошлом по поводу личных отношений у него были ссоры, слезы, какие-то конфликты, которые касались материальной помощи. По всей видимости, вот данная карта, данная позиция говорит нам о том, что конфликт был именно с вами. Возможно, вы хотели, чтобы он помогал детям. Посмотрите, здесь как раз мужчина на карте изображен, который деткам, двоим своим детям, ну здесь чужие, конечно, дети, но в вашем случае это ваши дети, которым он отдает деньги. То есть это был спор из-за денег, спор из-за того, что он не так как бы хотелось, помогает и прочее. То есть он сейчас с большим трудом как будто бы расстается с деньгами. Вы знаете, у него есть мысли, он высматривает себе возможности для того, чтобы все-таки завести любовницу. Но на сегодняшний день, скажем честно, пока сама любовница не выходит, потому что, вы знаете, при всем его желании не получается. Потому что он никак не может душевно закончить с вами ситуацию, то есть ту ситуацию, которая была в браке. И на сегодняшний момент самой важной женщиной являетесь вы, то есть его бывшая женщина. Ему кажется, что, возможно, вы слишком холодны, слишком расчетливы. Ему кажется, что вы тот человек, который может ему нанести определенного рода раны, и он не пережил еще то, что произошло между вами. Поэтому новые женщины в его жизнь не приходят. Ну, здесь можно сказать, что его ждет нехорошая ситуация, то есть его ждет обман в личной жизни, который касается вещей вплоть до судебного дела. То есть если между вами сейчас будет развод, если между вами будет какой-то раздел имущества, но это не обязательно может быть официально. То есть это может просто вы будете говорить о чем-то, что вам нужно поделить между собой. Это не обязательно даже судебные какие-то отношения. Но можно сказать, что в принципе, по всей видимости, вы еще можете нанести ему определенный удар, и вы можете, наверное, первое что-то в своей личной жизни получить кроме него. Потому что у него, несмотря на хорошее материальное положение, мысли есть о влюбленностях новых, о том, чтобы завести любовницу, о том, чтобы иметь какие-то тайные отношения. Но он побаивается, во-первых, этого, а во-вторых, у него пока просто ничего не получается. Даже если кому-то предлагал, видимо, ему отказали. Между тем, он вполне доволен собой на сегодняшний день. И ему кажется, что в принципе, он вполне благополучен в своей умеренности. То есть у него нет как таковой личной жизни, что бы он вам ни говорил. Нет ничего серьезного. Но это его на данный момент времени абсолютно устраивает. В свою очередь, вы видите в первую голову здесь лишение вас и ваших детей материального благосостояния. То есть человек, по всей видимости, как только случился раздор, разлад, перестал давать в необходимом объеме деньги. То есть вот здесь возникли материальные сложности. И вы, конечно, в этих отношениях видите расстройство для себя. То есть я именно эту карту загадывала на вас. Как вы видите ситуацию эту и вы видите для себя эту ситуацию, как убыток, как трату денег или как их недополучение. В то же время окружающие люди все еще думают, что у вас семья и что у него семья, что он семейный человек. Также они понимают, что у него есть дети. И несмотря на то, что вы сейчас не живете вместе, есть такие люди из вашего окружения, которые не являются там братьями, сестрами и прочее. Они вообще не в курсе даже. Они думают, что он просто уехал и на сегодняшний день как бы так получается, что отсутствует. Но большинство людей, с которыми бы вы начали говорить, такие не очень близкие вашей семье, не очень близкие лично вам, они бы все-таки в этой ситуации сказали, что вы все еще продолжаете являться семьей. Каковы его страхи? Ну, он очень боится, что вы загуляете. И действительно, он очень боится каких-то таких грязненьких отношений, отношений нечестных. Это карта, которая называется Дьявол. Вот она. То есть так называемых отношений по Дьяволу. Когда это страсть, когда это какие-то такие чувства, когда нужно плюс ко всему делать выбор либо в пользу страсти, либо в пользу любовницы, либо в пользу любимой женщины. По всей видимости, любимая женщина у него все-таки вы до сих пор. Потому что он вас не отпустил еще из сердца на сегодняшний момент. И он не готов сейчас делать этот выбор. То есть он завис здесь, он боится даже того состояния, когда его может настичь страсть. То есть он, с одной стороны, любовницу ищет, с другой стороны, абсолютно боится в ужасе от того, что такие отношения могут случиться в его жизни. Тем более, если любовница будет претендовать на что-то большее, чем просто какие-то разовые встречи. Но у него сейчас первое, что в голове, это улучшение своего материального благосостояния. То есть он думает о том, как получить деньги, и он мало думает о том, чтобы все-таки налаживать каким-то образом свою личную жизнь. И результатом на ближайшие, тем не менее, три месяца, месяц-три месяца, вот эти вот ближайшие, скажем так, недели, может стать то, что он либо совершит крупную покупку какую-то, то есть у него все ладится именно в материальном плане, у него все очень хорошо получается, у него сейчас даже откуда-то очень крупная сумма денег имеется. Но в итоге, вы знаете, есть шансы, что он все-таки вернется в вашу семью, в официальную, потому что по сегодняшний день он не забыл. То есть для него, скажем так, защита своих интересов и официальный брак, это приоритетные направления, в отношении которых он должен действовать. Но вот это вот семья, которая нам здесь показалась. Это семья хорошо обеспеченная, это семья официальная, то есть брак, заключенный там в органах ЗАГСа. И вполне возможно, что в его планах возвращение к вам. Дело в том, что я бы могла сказать, что он планирует создать семью с другой женщиной, но проблема в том, что в этих раскладах, в этом раскладе абсолютно не выходит какой-то чужой женщины, другой, кроме вас. У него выходят старые переживания именно по поводу вас и какой-то огромной любви новой, каких-то таких отношений именно сексуального характера и прочего. У него не выходит какой-то страсти. И вот здесь можно сказать, что он останется честным по отношению к вам. Он честен в своей обиде, в том, что он переживает, но возможно у него не хватит сил просто по данной карте, она в отрицательной позиции ложится. Возможно у него не хватит сил для того, чтобы выдержать эту линию, гнуть свою линию поведения такую жесткую. И вполне возможно, что он может вернуться к вам. Еще вопросы я поставила, как у него складывается личная жизнь помимо вас, если вас убрать оттуда, вычесть, что тогда у него в этой личной жизни. И сейчас опять карты показывают, что у него нет никакой личной жизни, кроме вас и вашей семьи. У него сейчас работа. И что у него хорошего еще осталось к вам, какие у него есть чувства, ощущения. И вот тут можно сказать, что он действительно вас хорошо знает. Он действительно умеет с вами при желании, если такое желание возникает, находить общий язык. Но сейчас ему это сделать очень тяжело. А все потому, что он эту ситуацию, действительно, которая произошла, он принимает очень близко к сердцу, он ее тяжело переживает. И здесь нет никакой несерьезности. Но вся проблема в том, что при этой ситуации он слегка забывает о детях. То есть он абсолютно сейчас, в данный момент, к ним относится формально. Не так, как надо было бы это делать. То есть он формально понимает, что да, у него есть дети, да, у него есть вы. При этом он как-то не очень серьезно относится. При этом у вас споры касаемо материального положения, касаемо помощи детям есть. И имейте в виду, что у него сейчас есть работа, и у него есть хороший доход, благодаря которому при желании он мог бы помогать вам. И мог бы помогать детям в вполне достаточных объемах для нормальной жизни. Но почему-то вот у него сейчас ступор именно касательно помощи. Но это в следующем раскладе уже. Мы по поводу его отношения к детям более широко можем смотреть. И вообще, какие у него планы есть относительно детей, каких планов нет, от чего он собирается отказаться, что наоборот он собирается для них делать. То есть все это более широко в раскладе мы посмотрим. Вы у меня спрашивали в личных сообщениях, что за акция. Вот сейчас идет акция гадания на Таро Альфон Самухи. Очень красивая, интересная колода. Достаточно такая живописная, но в пастельных тонах. Колода новая. Только недавно я ее открыла. Сделала по ней обзор. И как почти по всем колодам, которые я приобретаю, я объявила акцию для того, чтобы мне можно было лучше понять ее специфику. Вот в такой коробочке она продается. Колода красивая, колода говорящая, интересная. Но я могу сказать, что она достаточно серьезная. То есть у нее какого-то шутливого такого настроения, несмотря на вензельки на ее рубашке, нет абсолютно. Так что это вот то, о чем я вам писала в личке. Ну и что касается резюме по вашему раскладу, я могу сказать, что никаких серьезных отношений помимо вас у него нет. Он ударился в работу, он гонится сейчас за длинным рублем, он зарабатывает как можно больше. Эти деньги он действительно склонен сейчас тратить на свое удовольствие. Плюс он хочет доказать окружающим то, что он делает, то, что он самоценен. Окружающие люди, которые не знают подробно вашей ситуации, до сих пор считают, что вы семья. Да, что у вас как бы нет никаких особых разногласий, просто что муж бывает в отъезде. Такое ощущение, вот если вы спросите у каких-то соседей, которые с вами не рядом живут, да, или у каких-то не очень близких знакомых, они даже и понятия не имеют на сегодняшний день, что у вас расставание произошло, что вы даже живете отдельно. Вот этого даже нельзя сказать по данной выкладке. И для людей вы остались семейной парой. Так же, как и продолжалось все это. Но я вам могу сказать, что все-таки он злится. Он злится, и он именно поэтому, да, он злится на ваш официальный брак. Он сейчас как будто бы замерз, он замер в этом браке. Он не хочет на данный момент возобновлять все, потому что у него есть еще обида и есть агрессия. Более того, он хочет поставить все точки над «и» и, возможно, обратиться даже с какими-то там... То есть, если вы официально женаты по сегодняшний день, вполне возможно, что он может обратиться в суд для того, чтобы этот брак расторгать. При этом он действительно считает себя жертвой, и он считает, что он и так дал вам слишком много, а вы его обидели. Вот почему-то такая у меня складывается картина из того, что я вижу. Но, вы знаете, он настолько все-таки привязан к вам даже на сегодняшний день, что он не может с вами сейчас раз и навсегда попрощаться. И более того, он даже из-за того, что переживает по поводу ваших отношений, он не может наладить свою нормальную личную жизнь. То есть, у него, опять же, с этим проблемы. Вот в чем вопрос. Ну и что могу сказать? В принципе, если вы проявите чудеса выдержки, и если вы все-таки будете стараться наладить отношения, возможно, эта скала когда-нибудь дрогнет, скажем так, потому что еще не пережито все окончательно. Ну, можем еще посмотреть его мысли, чувства и действия по поводу своей личной жизни, кроме вас. Ну, он все-таки надеется на то, что какая-то женщина попадется ему. Он ждет, в режиме ожидания находится. То есть, на сегодняшний день этой женщины нет. И ему нужно будет принимать решение, вступать ли ему в отношения любовные или нет. Ну, я вам могу сказать, что, видимо, какая-то кандидатура все-таки есть. И, возможно, она даже где-то на работе присутствует. Но он боится, он боится, что люди будут знать, что он туда ходит. И он боится какой-то огласки данных отношений, поэтому не стремится. Что на практике у него все-таки сейчас в личной жизни? Ну, и здесь можно сказать, что на практике его личной жизнью является все-таки семья. Его личная жизнь – это семья. Но девушка присутствует. То есть, у него присутствует сейчас кандидатура, с которой он действительно решает вопросы по поводу того, стоит ли ему вступать в данные отношения или, может быть, все-таки ему на какое-то время прекратить. Но соблазн великий достаточно. И более того, он понимает, что на эту девушку ему тоже придется тратить деньги. И эта девушка заставит его решать и определяться все-таки с тем, кем он ей приходится. А он еще достаточно не оторвался от вашей семьи. Он еще не прояснил всю ситуацию для того, чтобы начинать какие-то отношения с ней. Ну, вот эта девушка, которая выпала, давайте мы еще выбросим несколько карт по поводу того, какие сложились на практике между ними на сегодняшний день отношения. Ну, я вам могу сказать, что между ними уже сложена какая-то такая доверительная связь, какое-то доверительное общение. Но, тем не менее, по всей видимости, личная жизнь, такая как половые отношения в их наивысшем проявлении и такая вот активная, скажем так, сексуальная жизнь, которая уже далеко зашла, на сегодняшний день не началась. Хотя у него такая возможность есть. Почему она не началась? А потому что он, в принципе, на сегодняшний момент и так удовлетворен создавшейся ситуацией и не намеревается отношения с существующей второй девушкой переводить во что-то большее. Но я еще раз повторю, что кандидатура есть, девушка, которой он нравится, есть. И он сейчас вот колеблется. Он пытается то ли сделать выбор действительно в пользу этих отношений, то ли все-таки не вступать с ней в более тесную связь. Но в любом случае, если эта женщина появилась, то в ближайшем будущем вам придут об этом все равно какие-то известия. Это станет действительно достоянием не то чтобы общественности, но по крайней мере вы узнаете что-то. Но здесь еще опять же вопрос, понимаете, как будете вести себя вы? Не оттолкнете ли вы его сами, толкнув в объятия вот этой дамы? Поэтому подумайте еще раз хорошенько над своим поведением и постарайтесь как-то в более мирной форме поговорить, пока для вас еще не все потеряно. Потому что действительно он очень сильно переживает по поводу ваших отношений. И вся проблема в том, что он на сегодняшний день не готов окончательно отпустить вас. Но вот эта девушка там появляется, она вокруг него периодически ходит, однако пока еще не складывается. Там настолько грандиозно, настолько глобально в этих новых отношениях. Но такие перспективы есть, если вы вовремя не вмешаетесь. И очень мягко, очень деликатно, то есть без шпаги на коне и прочее. Если вы не будете бросаться в бой, а если вы будете более мягко себя вести, и все-таки попытаетесь наладить какие-то хорошие отношения, вспоминая о том, добрым и светлым, что у вас было, вполне возможно, что ваши отношения могут перейти в такую более теплую фазу, а та девушка постепенно отойдет. Ну давайте посмотрим, что вам нужно сделать для того, чтобы та девушка отошла все-таки. Ну да, это и говорит о том, что вы должны взять ситуацию в свои руки, вы должны честно рассказать ему о своих переживаниях, но вы должны быть достаточно мягкой, хотя и действовать решительно. То есть вы сейчас не должны полностью его отпускать, вы должны все-таки пытаться наладить, да, переменить отношения и постараться вот эту ситуацию с его уходом разрешить как-то в свою пользу, для того, чтобы он, ну если не вернулся, то по крайней мере начал делать какие-то шаги навстречу вам, для того, чтобы вы могли наладить человеческие отношения. Вот такой получился расклад. Я желаю вам всего доброго. До новых встреч. До свидания.